Приветищи! Это снова я, Чинильщик Квартир! И спасибо за твой комментарий, который мне подзаказал продать вот эту вот дверь, которая ужасно меня бесит. Продать мы её можем за 180 баксов. Вот. Теперь у меня в квартире просто нет дверей. Нужно её, значит, купить. Идём в планшетик. Двери и окна. То, что нам нужно. Застеклённые двери для сауны. О-о-о! Интригующий! Она ж прозрачная, да? Она реально прозрачная! Хочу себе такую в квартиру. Пофиг! Пофиг вообще, пофиг! Так, разворачиваем её. Надеюсь, она влезет, слушай. Это будет вообще гениальная дверь. Чё-то она не влазит. Надо по-другому попробовать. Конечно, вот так. Давай заносим сюда дверь. Вот так вот, аккуратненько. И вставляем! О-о-о, да! Вот это круто! Единственное, у меня тут оранжевый потолок. Ну да пофиг вообще. Открыть. Теперь у меня не сарай, а сауна! Хе-хе! Захламлённая сауна! Так, а чё ещё могу продать? Короче, чё я парик? Продаем всё. Туалет. Где здесь туалет? Туалетный столик, туалетный столик. Зачем мне столик, если мне туалет нужен? Где туалет? Туалет. Во, ванная комната. По-любому... О-о-о, смотри, какие унитазы есть крутые! Мне самый дешманский. На первое время. Вот этот. Пойдёт. Покупаем. Устанавливаем. А чё у него здесь? Чё-чё-чё, я не понял, а? Это я сквозь крышку умею смотреть. У меня зрение рентгенное, что ли? Я могу туалеты просвечивать. Вот это жёстко. А, подожди, мне надо установить, я понял. Ладно, сейчас займёмся установкой. Болтик закручиваем, чтобы унитаз не катался туда-сюда, когда ты на нём сидишь. Здесь не надо что-то прикручивать, я не знаю. А, бачок одеваем. Я понял, крышечку закрываем. Всё. А, и стульчак, наверное, надо закрыть. Ну, конечно же, закрыть стульчак. Всё. Унитаз установлен. Отлично. Душевая мне, в принципе, не нужна. Я же бомжара. Потный бомжар, который ходит по квартирам. Значит, продаём инструменты, которые меня здесь бесят. Плоскогубцы, отвёртка, вот это всё, вот этот шкафчик меня бесит. Чашечку кофе оставим. Ящик для анализов продаём. Бензопилу, нафига мне бензопила? Я ж не Джейсон, чтоб ночью с бензопилой бегать и кромцать людей. Инструмент для расчленёнки тоже продаём. Убитый комод продаём. Кроватку оставим, спать надо на чём-то. Хм, я вот стою и думаю, нужна ли мне в туалете дверь? Да нафига в сарае дверь в туалет? Это у меня вон какая дверь здесь вот. Надо закрыть, кстати. Всё началось вообще с твоего комментариев. Что я могу продать эту дверь? Поставить себе сюда любую. Спасибо тебе за комменты. Посмотри, я всё обчистил, всё продал. Так, кстати, коврик тоже надо убрать. Он очень грязный. Вот этот коврик тоже надо продать. А, кстати, стенки можно продать? Я бы и стенки снес. Кстати, окно можно продать. Ну, но я того не хочу делать. Будет сквознячок. Всё, короче, обустройство дома у меня завершилось. Давай посмотрим, что у нас есть в ноутбуке. Иван Пшеницын, батарея. Ладно, ты у меня уже давно висишь. Дом Ивана. Мы прибыли. Пойдём посмотрим, какой у него срач. Ух ты ж, чисто, прикинь. Я в шоке, у него чисто. Здесь из грязи, по-моему, только я потный хожу. И обваниваю его квартиру. Что у нас тут? Блин, как тут классно. А где батарею-то установить надо? В какой комнате? Батареечку надо установить, наверное, вот здесь вот, да? О, да, место для батареи. Значит, берём и покупаем... Ух ты, у меня очко есть. Очко знаний, мастер на все руки. А давай-ка мы уборку прокачаем, мега-крутую швабру себе закажем. Супер-пупер-мега-швабра. Ну-ка давай на неё посмотрим, что там за убер-пупер-мега-швабра. Какая... Ух ты ж, нифига себе, какая она навороченная. Это уже тебе не веник из мусорки, а натуральная швабра. Давай ещё швабру прокачаем, вкачиваем. И-и чё? Какая была швабра, такая и осталась. А-а-а, здесь написано выбрасываем мусор в пределах. В пределах чего? Не въехал. Ладно, забили. В ванная комната заходим. Ого, здесь нужно установить полотенцесушитель и... Вот это что такое? Раковина. Это будет мой первый раз. Если чё, меня не ругать. Теперь ломаем голову, что установить нашему клиенту. Обычную встроенную мойку или вот такой вот шкафчик. Давай шкафчик попробуем. Вот такой вот красивенький. Классненький. Цвет можем ему подобрать. Я даже не знаю. А-а-а, это я ещё и цвет разных дверок могу выбрать. Разных дверей ему намутить. Может он на один глаз дальтоник? Хе-хе. Короче, это жесть. Устанавливаем. И всё нужно закрутить. Субтитры создавал DimaTorzok Всё. Раковина у нас готова. Я теперь истинный сантехник. Блин, ну ты посмотри на нашу квартирку. Ну она же просто чума. Офигенная. Я как в сауну каждый раз захожу, когда открываю эти двери. Что у нас там по новым заданиям есть? Три письма целых новых. Анатолий Грибников хочет новую стену. Значит мы сейчас будем стенки сносить. Шикарно. Я обращаюсь к вам с просьбой построить дополнительную стену в нашем доме. Да блин, строить надо. Я думал сносить. Я правда строить не умею. Только ломать. Ломать, как говорится, не строить. Ну что ж, попробуем. Попробуем. А где стенку поставить надо? Как здесь классненько, уютненько. Значит, заходим сюда. Что, что здесь? Это, это типа кладовка здесь? Вот эту стену, я так понял, ее нужно снести, потому что она на карте красным отмечена. Ох ты, сколько всего нового появилось, ты глянь. Значит, берем молот для сноса и начинаем ломать то, что я хотел. О чем я мечтал вообще? Просто чума. Давай ломай. Ух ты, нифига себе, вот это мощные удары делают. Кирпичик. Здрасте. Надеюсь, там нету скелетиков никаких за стеночкой. Смотри, как это все дело исчезает. Круто. Слушай, вот это чума. Просто прелесть. Как я люблю ломать. О да. Опс. Случайненько вышло. Люстру ранил. Ладно, потом прицепим. Рука жопца еще никто не отменял. Ну все, стенка была, а теперь ее нету. Осталось только обратно прицепить эту лампу. Где она была-то? А где лампа-то вообще? Блин, кажется, я ее выбросил. Беда. Беда. Да что я парюсь? Ты ее даже не заметил, что здесь лампы нету. Может мне даже спасибо скажут. О, кстати, а что здесь? Красная стенка. А, это у меня здесь стенку надо новую построить. Значит, получается, отсюда и досюда. Вот так вот будет здесь новая стенка. Я понял. Достаем наши инструментчики. Вот, постройка стен. Достал. И начинаем строить. Вот так вот кладем кирпич. Наложили кирпичи. Звучит двухсмысленно. Но один фиг наложили. И потихонечку выкладываем. Возводим стеночку. Ой. Ой, скосил. Ой-ой-ой. Еще и здесь отверстие оставил. Твою ж. Да, у меня... Черт, не пролазил. Жирный. Я хотел в другую комнату пролезть. Да что ж такое-то? Капец. Стенки не так возвел. А это продать как-то можно? Пожалуйста. Продать... Нет, продать нельзя. Придется сносить. Да что ж такое-то? Как так можно было скосить? Ладно, в первый раз. Не привыкать. Век живи, век учись. Как я уже говорил, ломать не строить. Это все быстрее происходит. Я понял, почему я так скосил. Это вот эта вот красная линия меня так смутила. Из-за нее я вот так вот искосил. Ну не, ну это капец вообще. Это называется жопы посмотрел. Когда вот отсюда строил, жопы смотрел назад. И вот, вот, пожалуйста. Надо было хоть разок голову повернуть. Ладно, все, сейчас все будет пучком. Достраиваем наши стеночки. Накидываем кирпичей. Ой, наконец-то, наконец-то мы возвели эту адскую стеночку. Мне интересно, а что хозяева не попросили ее покрасить? Видимо, их прикалывает кирпичная стенка. Значит, нам нужно теперь продать детскую кроватку. Продаем. И поместить сюда кровать для девочки. Я так полагаю, девочка выросла. Два очка строительства. Можно строить три стены одновременно. Классная штука. Либо масон. Построена стена уже покрашена. О, тоже классно. Давай, значит, вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Кровать Герл. О, самая первая. Она-то нам и нужна. Цвет, значит, выберем бук. Подушка голубой. Постельная будет голубым. Или синий. Это синий? Ужасный синий. Лилия. Тоже неплохо, но вот синенький больше нравится. И надо ее куда-то установить. Места мало. Черт подери. Что, дверь перегородить, что ли? Пофиг, давай дверь перегородим вот так вот. Вот так вот нормально. Все, все задания выполнены. Прыгаем через кровать и выходим. Черт, не выходится. Ладно, пофиг, не мои проблемы. Я отсюда все равно свалю через окно, например. Валим. 100% заказа. И получу я за него 3365 баксов. Огонь. Ну че, ну че, ну че, мы дома. Я научился сносить стенки. А это означает, что мы сейчас снесем стеночку. Попробуем это сделать у нас дома. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЗАДУМКА Вот это называется открытый туалет. Ха-ха-ха. Я не могу. Ууу, вот это огонь. Здесь надо вот тоже еще пробить стенку. Эй, стенка, давай, бейся. Че-то не бьется. Блин. С другой стороны, что ли, надо? Добай, ломайся. Все, отлично. Это у нас окошко для свободной кассы. Сидишь так на туалете, сидишь такой. Кричишь другану, который за ноутбуком сидит. Чувак, подай туалет на бумагу. Ништяк. Давно мечтал о таком туалете. Ну а че, я ж бомжар, мне пофиг. Я потный. И самый главный аргумент. Я потный. Субтитры сделал DimaTorzok